Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Девишник Майя Донцовой прошел на ура в одном из караоке-баров столицы за рекламу. Присутствующие участницы и ведущая Юлия Ефременкова веселились от души. В середине вечера Ирина Пингвинова увезла в более веселое место Анну Брянскую и Кристину Церковную. Розалия Райсон продолжает лить слезы в сети по поводу измены Андрея Шабарина и не знает, состоится ли свадьба. В эфирах Алексей Кудряшов устраивает романтические свидания Насти Болинской и парочку заселили в виллу, а в сети Леша признался, что отпустил Настю. В отличие от своей звездной коллеги по телестройке Ксении Бородиной, которая устраивает себе каникулы по несколько раз в год, у Ольги Бузовой давно нет ни одной лишней минуты на отдых. Праздному времяпрепровождению на том же пляже Ольга предпочитает напряженную работу в студии звукозаписи. А единственной отдушиной и поющей ведущей, по всей видимости, давно стал алкоголь. Вот и записи новой песни Бузова, которая сейчас находится в родном Питере, отметила с особым размахом. Судя по сториз звезды, вернувшись на малую родину, весь вечер она налегала на горячительные напитки, а ее утро началось ближе к обеду из тяжелого похмелья. Фолловеры Бузовой готовы бить с тревогу, мало кто сомневается, такими темпами Оля может уйти в запой. И тогда и о телевидении, и о карьере певицы можно будет забыть. Бывшая участница Яна Шевцова выходит замуж. Ее избранник готов подать заявление и сыграть свадьбу в октябре, сообщает журнал Дом-2. Участнице телестройки Ирины Пингвиновой пришлось срочно покинуть периметр, так как ее мама попала в автомобильную аварию и находится в тяжелом состоянии в больнице. На своей странице в социальных сетях Ира подробно пишет о предстоящей операции и реабилитации и сообщает, что ушла с проекта. Временно или окончательно девушка не сообщает, прося материальной помощи у своих подписчиков. У ее мамы множество переломов, раздроблена голова и разрыв почки. Маме Иры предстоит дорогостоящая операция и последующая реабилитация. Ира поделилась, что на пластину в череп нужно 287 тысяч рублей, а ей не хватает 76 тысяч. Девушка пообещала, что их семья вернет деньги всем, кто сможет помочь и одолжит деньги на лечение. Друзья, пожалуйста, оцените это видео! Поставьте лайк или дизлайк! Ни для кого не секрет, вопрос воспитания маленькой Василисы Дмитренко заботит не только зрителей, но и самых близких родственников читы Дмитренко. В пылу недавние ссоры Татьяна Владимировна Григоревская и Алена Савкина рассказали, как вопрос питания маленькой Василисы обстоит в семье Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель на самом деле. И выводы из всего сказанного оказались весьма неутешительными. Скрылось, что годовалая участница Дома 2 до сих пор питается малышковой едой. И к тому же не ест ничего горячего. К примеру, за все это время Рапунцель не удосужилась сварить наследнице обычный суп, не говоря уж о чем-то большем. Вероятно, сама Ольга хотела оправдаться и доказать, все обвинения в ее адрес беспочвены. Однако сделала только хуже. В сети обсуждают кадры, на которых малышка с жадностью ест кусок пиццы. Причем делает это на ходу и явно опасается, что лакомство могут отнять. К слову, даже по глазам зрители поняли, насколько девочка голодна. Интересная новость с сайта шлок. Саймон Марданшин и Анастасия Якуб покинули телепроект Дом 2, но Сэм считает, что он не ушел, а просто пошел дальше. На своей странице в социальных сетях парень пишет, что подул ветер перемен. Он перерос в проект, но основную миссию построить любовь так и не выполнил. Марданшин благодарен Дому 2 за личный рост, широкий спектр эмоций и уважения коллективу. Он признал, что Анастасия Якуб достойная девушка и в жизни он всегда подставит ей свое плечо в трудную минуту. Настя решила уйти в тот момент, когда узнала, что Саймона не будет в периметре, но ребята не вместе, если верить словам Семена. Марданшин пишет, что его уход был веселым и грустным одновременно, у него много планов и впереди новые победы на конкурсах. А вот Анастасия рассказывает не только про себя и свои переживания, а в общем, что у них цели, что ушли вместе и Марданшин всегда может на нее положиться. Настя написала своим поклонникам, что до сих пор любит Саймона, но любви недостаточно для счастья, они слишком разные. Казалось бы, безобидная домовская вечеринка закончилась для Алены Савкиной скандалом с Ильей Яббаровым. Парочка не просто разругалась в пух и прах, но и успела подраться. А вот если верить Ольге Рапунцель, ставшей очевидцем случившегося, в пылу ссоры Яббаров в прямом смысле этого слова едва не придушил мать своего ребенка. Следами побоев на теле Савкиной теперь могут любоваться и зрители. В недавнем дневном эфире Алена появилась при камерах в одном коротеньком халатике и засветила ссадины и синяки на ногах. Впрочем, не обходится и без домыслов, и даже откровенного Стёба по этому поводу. Зрители не уверены, что ссадины и гематомы – результат драки. Не исключено, Савкина набила синяки еще когда развлекалась пьяной. А возможно, именно на коленях за балдахином молодая мамочка вымаливала прощение у сожителя. Зрители давно обратили внимание на вечный пессимизм, озлобленность и даже агрессию Юлии Щегловой по отношению к окружающим. К слову, ссориться девушку умудряется не только со своими избранниками. К примеру, от недавнего настроя Юлии в свое время неоднократно страдал Евгений Ромашов, а теперь Игорь Русанов. Достается от хрупкой участницы Дома 2 даже тем, с кем она якобы близко дружит, пока непонятно, что не поделили Юлия и Анастасия Стецевят. Девушки, к счастью, пока только словесно сцепились в баре. Впрочем, конфликт лишь чудом не перерос в драку. По крайней мере, Анастасия готова была постоять за себя. А вот первую руку на подругу подняла все же Щеглова, и именно это вывело Настю из себя. Стецевят не стала скрывать, в будущем терпеть подобного к себе отношения она не будет. Правда, и бить коллегу по шоу Анастасия, как оказалось, опасается, понимая, что она ниже и слабее ее физически. За месяц до свадьбы отношения Андрея Шабарина и Розалия Райсон оказались разрушены. И все из-за случайной измены Андрея. Напившись на вечеринке, Андрей переспал с новенькой Алиной Никоновой. Впрочем, наутро не смог вспомнить даже лица случайной возлюбленной. А вот Розе пришлось собственными глазами увидеть шокирующие кадры, на которых Шабарин кувыркается в постели с другой. Истерпеть подобного Розалия, по ее собственному признанию, не смогла. Узнав, что натворил возлюбленный, Райсон буквально слетела с катушек. Девушка рыдала, орала, била бойфренда по голове и даже порвала на нем одежду. Правда, это оказалось мелочью в сравнении с тем, что произошло дальше. Девушка разбила голову Андрея. На улице в порыве ярости Роза зашвырнула в Шабарина не сковородкой, как говорили ранее, а бутылкой. И, к несчастью для Андрея, попала она точно в голову. Теперь лоб изменщика украшает повязка и бинт, а в будущем еще и шрамы. Егор Халявин, теперь больше известный как русский Кен, заговорил о своем возвращении на проект. После продолжительного молчания Егор, наконец, вышел на связь. И все для того, чтобы порадовать фолловеров хорошей новостью. Несколько лет понадобилось Егору на то, чтобы добиться внешности своей мечты. С помощью пластической операции Халявин похудел, изменил разрез глаз, форму лица и даже пропорции тела. Причем на достигнутых результатах сам Егор останавливаться не планирует. Как видно, пришло время найти спутницу жизни. Напомню, в прошлый раз построить отношения под камерами Егору не удалось. Толстый, совсем не привлекательный внешний Халявин, не мог похвастаться вниманием противоположного пола. И даже Марина Африкантова сбежала от него без оглядки. Идеальная мать и бабушка Татьяна Владимировна Григоревская на деле оказалась не такой уж идеальной. Накануне оставив маленького Богдана на попечении Ильи Ябарова, Татьяна Владимировна вместе с младшей дочерью Аленой Савкиной отправилась на домовскую вечеринку. И все бы ничего, но самая взрослая участница шоу вела себя настолько вызывающе, что шокировала даже видавших виды зрителей. Уже ни для кого не секрет, пьяная Григоревская старшая лихо отплясывала прямо на столе, причем дала форы своим молодым коллегам по шоу, а в чем-то даже превзошла другую любительницу ипотажа Татьяну Владимировну Африкантову. Впрочем, одними танцами Татьяна Владимировна не ограничилась. Под утро в одной футболке и трусиках женщина устроила заплыв в бассейне, а вот те, кто всегда недолюбливал мать-сестер Рапунцель, не удивлены. По мнению хейтеров звездного семейства, Татьяна Владимировна никогда не отличалась большим умом и лишний раз доказала это своими дикими танцами. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!